МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России нас принимают как своих, так говорят сербские бизнесмены, работающие в нашей стране. Между двумя государствами существует соглашение о свободной торговле. Однако даже с учетом таких факторов потенциал взаимодействия России и Сербии используется далеко не полностью. Деловое сотрудничество и развитие евразийской бизнес-платформы обсудили в посольстве Сербии. Глава дипмиссии Славенко Терзич и генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов провели встречу с сербскими бизнесменами. Надо не бояться поднимать планку взаимодействия между нашими странами и между нашими бизнесами. Просто мы напомнили друг другу, что больше 25 лет в Сербии работает в формате зоны свободной торговли с Россией. И пока не очень ощутимы результаты. Вьетнам, который только недавно в этот формат был включен, он уже очень живо работает и показал очень неплохие экономические показатели. Наверное, хорошие деньги уже начал зарабатывать. Надо нашим коллегам в Сербии быть поактивнее. Ассамблея народов Евразии может стать удобной для всех участников платформой для бизнес-коммуникации между Россией и Сербией, Сербией и странами ЕАЭС. В интервью нашему телеканалу Андрей Бельянинов отметил, что развитие интеграционных процессов может способствовать упрощению миграционного режима между Россией и Сербией. А кроме того, дети из Восточноевропейской республики могли бы приезжать на отдых в Орленок или Артек. Со своей стороны, Сербия стремится расширять взаимодействие не только с Россией, но и участвовать в процессах евразийской интеграции. Идет у нас очень хороший переговор с Евразийским экономическим союзом сейчас. Мне кажется, что Сербия заинтересована особенно экономическим сотрудничеством. И это соглашение с Евразийским экономическим союзом на основе соглашения с Россией будет очень интересно. Мы заинтересованы для этого большой рынок. На встрече выступил генеральный директор телеканала и сайта «Большая Азия» Александр Лебедев. Он отметил, что медиаплощадки, которые рассказывали бы о процессах евразийской интеграции и участия в них республики Сербия, пока не существует. Я предлагаю создать первую программу «Сербия-евразийская интеграция». Вот у вас точно есть масса проектов из Китая. Вы работаете шире, чем Россия. Но платформы, где бы вы могли рассказать и показать, через которые вы создаете дополнительные коммуникации, пока нет. Я предлагаю сделать первый шаг. Давайте с этого начнем. Медиа-ресурс «Большая Азия» – это не только средство массовой информации, но также инструмент коммуникации в сегментах B2B и B2G. Телеканалы сайт рассказывают о разных сторонах жизни Евразии – от Сингапура до Лондона, от Анадыря до Гибралтара. Сербия может стать одним из главных героев в масштабном повествовании нашего ресурса о процессах евразийской интеграции. Алиса Климонтович, Сергей Новиков и Виктор Сухотин. Новости Большой Азии. Российские космонавты Олег Каноненко и Сергей Прокопьев совершили выход в открытый космос для обследования обшивки Международной космической станции. В ходе выполнения поставленной перед ними задачи космонавты сняли верхний слой термической обшивки корабля и микрометеоритную защиту. Это позволило провести тщательное обследование небольшого отверстия, просверленного в твердом корпусе модуля. ЧП произошло 30 августа, когда совместный российско-американский экипаж констатировал несущественное снижение давления на МКС, что было немедленно компенсировано за счет подачи дополнительного воздуха из резервных баллонов. Еще три с половиной месяца назад отверстие было заделано изнутри, но только в декабре было решено провести детальное изучение проблемы нарушения целостности обшивки. В результате ЦУП пришел к выводу, что ничто не угрожало жизни и здоровью космонавтов в августе текущего года. Безопасность не будет нарушена и после того, как корабль «Союз МС-09» садит с орбиты. Во время спуска капсулы с Сергеем Прокопьевым, Александером Герстом и «Сиреной Ауньон» бытовой отсек с дефектом поверхности отстыкуется в верхних слоях стратосферы. Модулю предстоит сгореть от трения, так и не достигнув земли. Уже второй месяц подряд КАТР платит жалования государственным служащим палестинского сектора газа. На сегодня общий объем оказанной финансовой помощи составил порядка 15 миллионов долларов. Ожидается, что перевод средств продолжится еще пять месяцев, а общий объем пожертвований составит 90 миллионов долларов. Со своей стороны израильские власти заявили, что намерены четко следить за тем, чтобы переводимые Ближневосточным Эмиратом средства шли на реальные нужды населения, а не в кассу организации «Хамас». Премьер-министр Беньямин Нетаньяху сообщил, что инспекционные органы его страны будут поддерживать прямой контакт с администрацией шейха и отслеживать банковские проводки. Китай отпраздновал 70-летнюю годовщину принятия Генеральной Ассамблеи ООН всеобщей декларации прав человека. По этому поводу в столице КНР состоялся торжественный съезд 150 представителей организации, включенных в национальный план действий в области прав человека. Мероприятие было подготовлено Китайским фондом развития прав человека и одновременно Китайским обществом по изучению прав человека. Делегаты заслушали адресованное им послание председателя КНР и Генерального секторя Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина. Лидер нации сделал особый упор на обязательном и беспрекословном соблюдении его стороной всех пунктов декларации 1948 года. По словам Верховного руководителя, путь реформ, превращенный государством в экстенсивный план развития страны, неотделим от общей мировоззренческой философии, выраженной в основополагающем документе ООН несколько десятилетий назад. Си Цзиньпин особо подчеркнул, что права человека стали директивой для программы Компартии, которая сумела своевременно направить страну по пути научно-технической революции, позволив добиться впечатляющего многократного роста внутреннего валового продукта. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok